Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав. Садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Перед началом видео хочу напомнить вам две важных новости. Первый, вы находитесь на канале Коббэп. Это канал под ролики. А есть еще канал Владислав. Это канал под стримы, где каждый день с 13 по 23.00 проходят стримы. Буду рад вас там всех увидеть и с вами пообщаться. Также вторая новость. Сейчас активно развивается Дискорд, в котором вы всегда можете найти себе сокомальника. В том же самом Крусауте сейчас сидит очень много людей. Так что милости прошу к нашему шалашу. Ну а теперь переходим к игре. Ну что, а у нас в Крусаут вышло просто офигительно большое обновление. За номером 098. И там помимо футбола были кое-какие изменения. Я еще обнову не читал, поэтому вместе с вами сейчас посидим, почитаем, подумаем, помозгуем. Так что поехали. Первое, друзья мои, это футбол. И честное слово, я в него не играл и играть особо не собираюсь. Причин несколько. Первое, неинтересно. Второе, нет стимула. То есть награда по общему заверению людей полная херня. Поэтому футбол мы проходим как бы мимо, легко и непринужденно. Да и, кстати, недолго он и продлится. Вон там награда за участие в стальном чемпионате. Первое место получает уникальную наклейку. То есть вы, в принципе, получите наклейку, которую, скорее всего, никто, кроме вас, больше не увидит. Далее. Новая карта «Центральный стадион». Ну, это, собственно, для футбола была сделана карта. Новый набор «Третий тайм». Набор сам по себе пустышка, но есть одна уникальная особенность. У этого набора идут фонари, которые не требуют ОМ, но при этом оставляют довольно-таки забавный шлейф. Знаете, когда вот фаеры на футболе поджигают, такие вот дымные шлейфы оставляются. Вот, в принципе, в наборе два дымных шлейфа. Довольно-таки забавно выглядит. Мне, на самом деле, понравилось. Да и набор сам по себе стоит, там, по-моему, рублей 400. Так что, в принципе, можно взять. Почему бы и нет? Фаеры прикольные. Но можно будет, наверняка, эти фаеры и на аукционе купить. Режимы игры. Рейд. Общая. Теперь для поднятия и сброса груза в рейдах необходимо удержать клавишу R по умолчанию. Отключена механика снижения наносимого урона в зависимости от степени редкости оружия и сложности рейда. Теперь в рейдах лёгкой сложности легендарной и реликтовой оружие наносит 100% урона. Теперь в рейдах средней легендарной и реликтовой оружие наносит 100% урона. Что-то я не понял, зачем они... зачем они это повторили два раза, я не понял. Ну да ладно. Слушайте, а вот это интересно. То есть, раньше оно, что 100% не наносило, я просто ПВЕ вообще терпеть не могу и не играю в него. У меня все бои чистой воды ПВП. ПВЕ гонял раньше, знаете, на Левиафана, пока медь что-то стоила. Сейчас медь нихрена не стоит и Левиафан мне как-то параллельно перпендикулярен. Далее война за огонь. Теперь после того, как появится третья груз, игрокам необходимо защищать фуру, а не вышку. Режим оканчивается победой, если фура цела, а все враги на карте уничтожены. Последний конвой. На карте мертвое шоссе убрано. Вражеские турели, расположенные рядом с местом появления игрока. Отработан чертеж фуры. Теперь у нее отсутствуют взрывоопасные модули. Ну, окей, че. На самом деле, если честно, ПВЕ меня интересует в последнюю очередь. Что же у нас по ПВП-то? Вот что я хочу узнать. Есть ли там вообще хоть какие-то изменения? Прорыв периметра. Исправлена ошибка, при которой рейдеры с зарядами в рейде. Прорыв периметра. Могли появляться в недопустимых для игрока точках игры. Точнее, недоступно. Забавно, забавно. Звук. Доработан новый звук двигателей. Ну, вы, кстати, знаете, старые изменения звука двигателей тоже были о-ля-ля. В разделе аудио. Настройка аудио добавлена опция звук мотора из кабины, позволяющая отключить автоматическую... Слушайте, а вот интересно. Сделают они когда-нибудь вид из кабины? У них-то, по сути, кабина-то проработана полностью. То есть, там можно реально посидеть, посмотреть. Был один ролик, где с помощью бага залазили в кабину, и там действительно есть всё. И знаете, когда я играл в Crossout VR на Игромире, это было круто. То есть, вы знаете, вот если они поедут в этом году на Игромир, очень рекомендую прийти и попробовать их Crossout VR. Это реально совершенно другие ощущения от игры. И вот, честно, я спросил, блин, ребята, а чего вы её не выпустите-то? На что я не понял, что мне ответили, но, в общем, они её не выпустят. Но игрушка реально того стоящая. Так что, кто играл? Вот кто играл, ребята, на Игромире в Crossout VR? Вот я... Вот кто из подписчиков, кроме меня, такой вот счастливый, кто, так сказать, смог пощупать Сиен? Напишите в комментариях, давайте узнаем, сколько нас тут таких. Далее у нас идёт раздел деталей, подраздел кабины. Оборотень. Теперь дрон появляется после уничтожения кабины, не уязвим в течение одной секунды. Какая к чёрту разница, он всё равно бесполезен. Серьёзно, кабин Оборотень имеет 1800 ОМ. Как бы, нахрена, если средняя фиолетовая кабина – это 1500 ОМ? Вы сейчас скажете, Влад, ну чё толк? Ну, тут 300 ОМ-то это немного. Да хрен там было, ребята. Когда ты, к примеру, собираешь крафт в определённых рамках ОМа, 300 ОМ – это как дец, как дофига. Структура дрона увеличена со 100 до 200 единиц. Тоже хорошо, но, знаете, я сегодня уже натыкался и как бы вообще не заметил. Урон от уничтожения дрона увеличен на 30%. По-моему, это даже маловато, надо хотя бы процентов на 100 апнуть, а то он реально как-то… Ну, он даже не доезжает, ребята. Улучшена управляемость дрона. Да, видел я, как вчера в бою появился дрон после разбитой кабины на текстурах, из которых он не мог выехать. Вот у него управляемость, так управляемость. Максимальная скорость дрона увеличена на 17%. А по мне, так, дрон – это полная фигня. Сломать он ничего не может. Тяжёлый крафт он не развалит. Лёгкий крафт он не догонит. Вот и в небо дней вопрос. Нет, я понимаю, что это как бы оружие возмездия. Мол, последний шанс хоть как-то подосрать врагу, и он не должен убивать. И, в принципе, наверное, таково… Такой подход правильный. И, наверное, не стоит его делать имбищей. Но, по большей части, все появления дрона заканчиваются тем, что он исчезает. Ну, то есть он появился и… Да, и исчез. Далее. Гусеница малая. Боковое сцепление гусеницы увеличено на 50%. Угловая скорость увеличена на 25%. Знаете, есть такая проблема. Одна у гусеницы малая, которая нивелирует все эти возможности. Если вы по какой-то причине соберете крафт чисто на 4-х малых гусеницах, то вас легко перевернут. Почему-то гусеница настолько узкая, что первое же попадание арбалетом в борт или неудачный поворот, и вы летите кубарем. Это, на самом деле, стрёмно. Гусеница укрепленная. Боковое сцепление гусеницы увеличено на 25%. Угловая скорость увеличена на 25%. Ну, гусли, это, конечно, прикольно. Ребята, на фоне голиафов они как-то смотрятся довольно-таки туфтовато. Блин, у них много ома, мало пользы. У голиафов много ома. Но у них такая польза, что как бы все со мной согласятся, что им можно даже накинуть, и никто против не будет. А вот у этих гусениц у них как бы возникает главный вопрос. Нахрена они, если есть колеса? Ну, реально, нахрена я могу поставить белые колеса? Каждая омом по 40 единиц. Каждая стоит по 0,03 монеты. То есть я, в принципе, себе ходовую могу всю за одну монету собрать, которая будет ездить не хуже этих гусениц. И, внимание, вопрос, нахрена мне эти фиолетовые гусеницы? Нет, дайте им уникальный бонус, серьезно. Вот у нас есть фиолетовая ходовая под названием Bigfoot. У нее есть уникальный бонус. Почему вот у этой фигни нет уникального бонуса, я вас спрашиваю? То есть какой смысл от этой гусеницы, если она ни хрена не дает? Прочная ходовая? Серьезно? Кому нужна прочная ходовая? Нет, я неправильно спрошу. Тому, кому нужна прочная ходовая с такой вот прочности, он ее не поставит, потому что эта ходовая довольно-таки медленная. Тяжа же поставит себе нормальную гусеницу. То есть малая гусянка, она в теории должна быть для быстрого крафта. Но быстрый крафт ее в жизни себе не поставит, потому что, во-первых, она медленная, а во-вторых, она хрен повернется. Средний крафт ее тоже ставить не будет, потому что, ну, ему-то пофиг, он реально белыми отделается. Каждое белое колесо по 100 хп, по колесам особо не жарят, ну, в первую очередь. В основном бьют по оружию или по кабине. Колеса, ну, нет, попадают тоже, но не целенаправленно. И вот тут возникает главный вопрос, ну и на хрена эти гусеницы? Ну, дайте им уникальный бонус, сделайте мотивацию, чтобы мы на них играли. А сейчас, ну, это все мимо. А вот тут интересная штука. Оружие, время остывания деталей увеличено с одной до пяти секунд. Давайте я вам поясню, что такое время остывания деталей. Вот есть у нас в игре огненный урон. Или есть у нас в игре лазеры, которые подогревают детали. Когда деталь подогрета, урон по нему увеличивается по детали чуть ли не в два раза. То есть, вот, к примеру, если с квазарами вы выстрелите так на 300, то по разогретой детали вы дадите 600. И вот есть у нас катапульта, которая раньше была бесполезным хламом. Потому что, ну, понимаете, противник пока в огне, он, конечно, получает бонус урона. Да только из огня он выезжает за секунду. И получалось, что как бы катапульта вроде есть, но урона у нее практически нету. Огонь практически не дамажит. Огонь в основном разогревает. Да только цель слишком быстро выходит. И вот вчера забрали мы крафт как раз-таки с катапультой и капканами. И когда я просто кидал на опережение противнику огонь, он заезжал на него. Выезжал резко из огня. Но пять секунд он получал такой урон, что от крафта ничего не оставалось. И вот этот вот бонус на время остывания детали с одной до пяти секунд, я вчера его испробовал на голиафов. Когда начал бить по голиафам, так они просто посыпались как хрустальные. Просто, знаете, отваливалось все. Голиафы сыпались, потому что у голиафа сразу прочность, можно сказать, режется на два. Вместо 1600 у него всего 800 прочности. Ну, потому что урон идет. Х2 по нему. И это, я вам скажу, просто тихий ужас для хэви-крафтеров. То есть лайтам, в принципе, им как было пофиг, так и осталось. Они увернутся, они уйдут. А вот хэви-ки соснули так знатно с заглотом. Поэтому, друзья мои, мне кажется, это изменение, конечно, правильное. Но вот с хэви-крафтами это неправильно. Потому что хэви-крафты сейчас будут страдать. У нас сразу в голове, точнее, не у меня, а у одного из... Я не помню, у кого родилась идея. Что, если взять просто Горыныч, это курсовой огнемет, и сочетать его с гоблинами? Представляете, да? Подъезжает такой к вам крафт с Горынычем, подогревает вас. А потом еще и гоблинами двойным уроном долбит. То есть Горыныч, он сам по себе нетребовательный. Можно поставить спокойно 4-5 гоблинов. 4-5 гоблинов, они и так-то попу боль. А поскольку Горыныч вам на 5 секунд все детали x2 урона сделал, так он с гоблинами вас просто сожрет. Так и Горыныч еще сам дамажит. Поэтому, друзья мои, это, конечно, интересное решение. Но не долбанет ли оно кувалдой по балансу? Тоже хороший вопрос. Далее, минноукладчик Фортуна. Ну, если бы это было минноукладчиком, окей, но нет. Фортуна, это, я не знаю, это все эти, или это что-то не то. Это не минноукладчик. То, что структура снарядов увеличена с 10 до 50, так не было проблемы с тем, что снаряды не долетали. Проблема была в том, что снаряд хер знает куда летит, как бы. Турелька-барьер. А вот тут, кстати, интересная ситуация. Вчера наблюдали игрока, который ставил в ряд 4 турельки-барьер на подходах к врагу. То есть, идет на нас враг. Он просто в ряд перед врагом ставит 4 турельки-барьер. Мы из-за барьера стреляем с другой стороны. И они реально работают хорошо, потому что прочность увеличена на 38%. Размер увеличен на 38%. То есть, там реально, знаете, такие силовые купола душу мою радуют. Далее. Катапульта и испепелитель. Скорость перезарядки увеличена на 17. Скорость поворота увеличена на 100. Урон от взрыва снаряда. Короче, скажу вам так. Катапульта и испепелитель реально стало интересно. Если вы думали покупать или не покупать, сейчас однозначно скажу да покупать. Потому что катапульта и испепелитель сейчас это просто испепелитель. Но! Сразу говорю. Позиционируется оружие только как саппорт. Только как разогреватор для крафта. Посмотрите стрим, где вот вчерашний стрим. Маленький мальчик нашел пулемет. Там, с середины стрима, мы, собственно говоря, играли на катапульте испепелитель с двумя капканами. Жуткая, страшная штука, которая реально просто заставляла врагов гореть. В прямом смысле этого слова. Далее. Молотобой изменили внешний вид. Ну, там не сильно и непонятно зачем. Он вроде и так неплохо выглядел. Ну, да ладно. Далее гарпун. Именно укладчик. Теперь при попадании гарпун в цель троса невозможно оборвать в течение одной секунды. Только они забыли сказать, что гарпуны теперь почему-то не срабатывают на быстрые цели. И когда несется лайт, то есть если вы, к примеру, пикинер, то вы можете пройти через все капканы, и они вас не зацепят. На инвиз они тоже перестали действовать. Поэтому, как бы... Вообще, в принципе, сейчас капканы срабатывают очень странно. То есть, знаете, очень часто противник просто приезжает мимо них. Если у вас скорость выше определенная, а это средняя скорость, это даже не самая быстрая, это просто на средней скорости, то нифига они на вас не сработают. Далее. Усилитель. Оружие. Модуль. Мучитель. Так, количество дополнительного носимого урона увеличено на 67%. Да вы что, долбанули? Не, ну серьезно. Это же капсдец какой-то. То есть, мучитель теперь еще больше будет мучить. Когда к вам будет подъезжать крафт на... Хе-хе-хе. Пиле и мучители. Это же будет просто... Анус разрыванус. Жесть. Радиаторы. Измена механика работы радиаторов. Теперь радиатор не увеличивает предел нагрева оружия и аппаратуры, а снижает нагрев, получаемый от каждого их использования. Например, от каждого выстрела. Ммм... Интересно, девки пляшут. Не, по сути, то на то и выходит. Но что нам это дает? Я вот что-то... Вроде бы это, наверное, как-то должно быть связано с охлаждением. Теоретически это должно упростить охлаждение, а практически хрен его знает, потому что охладом-то я и не пользуюсь. Радиатор улучшен. Доработана текстура детали. Так, комментарии... А, ну... Я, кстати, посмотрел радиатор. Он только визуально немножко поменялся. Интерфейс. В интерфейсе окна чертеж возвращена. Кнопка перезаписать чертеж. Слава тебе яйцам! Наконец-то! Теперь при открытии новостей интерфейс гаража не скрывается. В потасовке стальной чемпион. Короче, куча полезного информации. Разная. Доработан ряд текстов, описание иконок. Ну... Короче, куча всяких мелких изменений, которые особого значения нам сейчас не несут. Далее работа над ошибками. Ну и, в принципе, все. Знаете, хочется сказать, самое главное по этому обновлению, это, пожалуй, огонь. А именно разогрев деталей. Он стал сейчас чрезвычайно опасен. И если вы, к примеру, хотите собрать крафт через пулемет. Ну, к примеру, знаете, раньше были очень модные крафты. Два уравнителя, одна Аврора. То сейчас это будет еще страшнее, потому что Аврора это саппорт. Притом такой саппорт ядреный. Который позволяет вам разогреть весь крафт врага. Притом точечно в том месте, куда вам надо. К примеру, поясню. Как только вы хоть чуть-чуть подогрели Авророй хоть какой-то модуль. И делите сразу прочность этого модуля пополам. Потому что ваше оружие будут бить по нему в два раза сильнее. Ну, там не совсем в два раза сильнее, но практически. И это очень страшная штука. Это просто охренеть какая страшная штука. И я сейчас, к несчастью, думаю, что хэвики отойдут конкретно так на второй план. Потому что... Ну, потому что гусеницы Голиафы уже вчера опробовали на себе огонь. И я вам скажу, Голиафы против огня бессильны. Потому что их просто рвет на части. Огонь сейчас самое страшное явление в бою, которое может быть для средних тяжелых крафтов. Да и лайты через огонь толком не проходят. Точнее, когда лайт заходит в огонь и проходит на вас красненький, то зачастую дальше он пойдет только до первого снаряда. Ну что, друзья мои, данное видео подошло к концу. Спасибо огромное за внимание. Спасибо огромное за просмотр. Буду рад вас всех видеть на стримах. С вами был Владислав. До скорой встречи, друзья мои. Пока-пока.